Меня очень натронула, впечатлила история Светланы, которой она поделилась. И, на мой взгляд, занятия тоже помогают со временем справиться с различными ограничениями. Важно верить и понимать, и это доказывают не только частные редкие истории людей, но это доказывают различные тексты, гигические, буддистские, разных других философских. Или духовных традиций, что со временем любое ограничение, любую тенденцию, любую склонность нашего ума можно преодолеть. И если сейчас это доказывается уже в научной сфере, через пластичность мозга, через нейроны, что новые нейроны формируются, нейронные связи формируются, и через это у нас получается новая привычка, а старая исчезает, уходит. То есть это уже объясняется и через разные исследования показывается, что да, это возможно, это не частный пример, это не случайность. То духовными мастерами это было всё описано и без этого. Но там нужно принять на веру. Я уже вам говорила на нескольких занятиях, что у кого-то изменения происходят сразу, а кому-то нужно полжизни заниматься. А полжизни верить в практику – это же сложно. Нужны же изменения здесь и сейчас. И на мой взгляд, когда мы в чате делимся вот такими историями, это придаёт силу. Я всегда вспоминаю историю про Сангу, который хотел встретить Майтрею и получить учение только от него. И он медитировал в целом, ну по разным источникам, в пещере 12 лет, но каждые 3 или 4 года он из пещеры уходил с полным разочарованием и опустошением, что у него ничего не получится. Но встречая определённые знаки, он возвращался и продолжал практику. Соответственно, для меня наш чат – это примерно то же самое. Потому что иногда так бывает, что подъём, что есть что рассказать, хочется поделиться. А иногда бывает иначе, и кажется, что вроде стараешься, рассказываешь, вдохновляешь, а точно это понятно? Или это слишком сложно? Или, может быть, это не то, что сейчас нужно конкретному человеку, для которого это всё рассказываешь через объектив камеры? И когда читаешь вот такие сообщения, это как ответ от каких-то высших сил, что да, это надо делать, это нужно продолжать проговаривать. И даже если некоторым людям это кажется странно и неуместно, и вызывает какое-то сопротивление внутреннее, до сути, до внутренней сути, которую можно обозначить нашей природой, это точно доходит. И это помогает ей выйти на поверхность. Это помогает скорее, может быть, проявить какую-то не очень позитивную карму, но очистить её, чтобы все наши положительные качества тоже могли проявляться. И те золотые грани, которые есть у каждого человека, они проявлялись. Поэтому я очень благодарна Светлане, что она написала. И, конечно же, для меня невероятно радостно, что есть то самое молодое поколение, которое тоже способно, наверное, к саморазвитию. Потому что я встречаю разное молодое поколение на улице, в лифте. И так как у нас в доме очень хорошая слышимость, я наблюдаю за семейными разговорами, разладами, или же каким образом люди решают конфликты, как они общаются. И порой кажется, что то новое поколение, которое сейчас вокруг, оно маловероятно будет интересоваться всей этой литературой или то, что мы с вами обсуждаем. Но вот вера есть, что у вас такие дети, которые приходят, которые слушают, которые что-то даже понимают и как-то на это откликаются. И, конечно же, я верю в то, что когда мы с вами практикуем, это передается тем, кто к этому не способен сейчас. Но, опять же, не способен только из-за того, что уровень замутнения или уровень запутанности просто очень большой на текущий момент. Потому что природа у всех одна. Как мы сейчас тянемся к свету, так и все абсолютно люди тянутся к свету. Но у кого-то вот это болото не такое глубокое, а у кого-то очень. И я верю это на, наверное, какой-то интуитивном уровне. Но в том числе вот то, что я сейчас изучаю, читаю про волновую активность мозга, про то, какие волны, какого уровня волны излучает мозг человека медитирующего и человека, который просто занят повседневной деятельностью или вообще ругается и ссорится, или же что-то делит, чего-то добивается. То есть очень разные волны исходят от одного человека, от второго человека. Соответственно, возникает понимание и убежденность, что когда мы с вами занимаемся практикой пранаямы, успокаиваемся, мы излучаем очень позитивную энергию. И все, кто вокруг нас, а мы с вами в большинстве своем в больших городах, они получают от этого пользу. И это меня тоже мотивирует и проводить эти занятия, и заниматься самой. И я очень надеюсь, что это в какой-то степени будет мотивировать и вас. Даже если у вас сейчас есть основная цель только похудеть, только научиться дышать, только выздороветь, чтобы не болел какой-то внутренний орган. Даже если пока такая цель, если вы занимаетесь регулярно, вы все равно делаете вклад в то общее дело, которое помогает и другим людям, кто пытается вылечить свои внутренние органы или справиться с какой-то своей бедой за счет внешних атрибутов. Выпить таблетку, откачать там, я не знаю, жир, изменить, сделать пластику какую-нибудь, что-то. Ну, кто где счастье ищет, тот и пытается. Поэтому наш третий подход пришел. И я очень надеюсь, что мы сейчас с вами постараемся концентрироваться на практике. И не только, потому что это нам нужно, нам поможет. И чем больше мы занимаемся практикой, тем крепче вот эта нейронная связь, которая к практике нас будет приводить завтра и послезавтра. Но и потому что вокруг нас есть живые существа, и им тоже нужна поддержка.